друзья всем привет сегодня будет очень интересный и полезный видеоролик интересный потому что это будет обзор нашего нового свежайшего крутейшего дизайн-проекта а полезный а потому что я расскажу на примере этого объекта с чего стоит начинать дизайн-проект и ремонт вообще а Если вы купили квартиру, получили ключи, то, как правило, вы получаете эту самую квартиру в новостройке вот примерно в таком состоянии. Стяжка на полу, штукатуренные стены, провода с потолков, открытая проводка и с этим нужно что-то делать. Так вот, сегодня я буду рассказывать, с чего стоит начинать, как продолжать и мы с вами посмотрим дизайн-проект, который здесь со временем будет воплощаться. Буквально через неделю сюда выйдут строители и если вам понравится этот контент, вы будете писать в комментариях, ставить лайки, то я и дальше в последующем буду снимать обзор этой квартиры в процессе, что называется, то есть как делается ремонт, буду делать выкладки, сколько чего стоит, я думаю, это сейчас очень актуально. Вот в этом и будет заключаться польза. Ну а сегодня я начну с того, что расскажу вам, с чего начинается вообще работа с квартирой, когда вы получили ключики, долгожданные ключики в свои руки и вот уже жаждете заехать. Но нет, сначала нужно сделать ремонт, а до этого проект. Так что, ребята, скорее меньше слов, больше дела. Поехали смотреть. Итак, дизайнерский ремонт. Что это такое? Во-первых, мы хотим, чтобы было удобно и функционально. Затем, чтобы все было сделано качественно. И по итогу, чтобы все было красиво, нарядненько, так сказать, по-дизайнерски. Это и есть дизайнерский ремонт. И первое, с чего мы начинаем, это, так сказать, экскурсия на объект. Этот этап называется исследование. И вот мы здесь с вами, чтобы посмотреть, как передается квартира заказчику. Ну, а потом я вам покажу, что из этой квартиры мы хотим сделать, как это будет выглядеть в будущем. Ну и напоминаю, вы можете все это следить практически в реальном времени. Я буду снимать ролики, если это вам покажется интересным. Буду их выкладывать, а вы будете наблюдать. Итак, это прихожая. Мы видим первую входную дверь. Некое пространство. Для начала нужно просто его осмотреть. Ну и вот давайте посмотрим, что здесь есть. В этом крутейшем доме. Это башня и сеть. Один из премиум проектов в городе Екатеринбурге. Это один из апартаментов. И вот мы входим, видим вот такую вот дверь. Не стоит пугаться. Это лист ДВП. Он всегда идет под замену. Хорошая фурнитура стоит. Но смотрите, какая штука. Это обыкновенный замок. Не электронные, они простые. Если сравнивать с ЖК Кандинский, то там замок электронный. Можно даже по телефону открыть, закрыть. И это уже такой элемент умного дома. Здесь тоже заявлен умный дом. Но вот замок почему-то к нему не интегрирован. Итак, идем дальше. Дверь небольшого роста. К сожалению, поднять ее мы не сможем. Она останется точно так же. Будем с этим работать. Идем дальше. Здесь мы видим нишу под шкафы. И здесь сразу же обращает на себя внимание щиты. Электрические щиты. Хорошо, что здесь они сделаны в том месте, где будет шкаф. А вообще, на самом деле, очень часто застройщик эти щиты ляпает прямо при входе на самом видном месте. Ну, так просто ему проще. И очень часто, всегда, абсолютно всегда, приходится их переносить и увеличивать. А здесь уже сразу заложен хорошего размера щит. Скорее всего, такого размера нам и хватит. В других ЖК мы сталкиваемся с тем, что эти щитки очень маленькие. Их приходится выкидывать. Закупать новый. Просто потому, что становится гораздо больше автоматов. Добавляются розетки, добавляются различные светильники. Их много. Всякое оборудование. И, конечно же, этих автоматов не хватает. Ну, здесь, я думаю, что хватит. Дальше идем, смотрим. Еще одна какая-то дополнительная ниша, которую мы используем тоже под хранение. Вот это вот здесь система «Умный дом». Здесь в каком-то минимальном формате этот «Умный дом» реализован. Но со временем мы здесь разберемся и дополним теми функциями, которые пожелает заказчик. Но об этом в будущем. Уже установлены электроустановочные изделия. Кстати говоря, смотрите, фабрика «Симон». Это французы, по-моему, если я правильно помню. Ну, такой обыкновенный лаконичный дизайн. Дешевая серия. Но, в принципе, можно ее и оставить. На самом деле, вполне себе неплохие. Но, с другой стороны, если мы говорим про дизайнерский ремонт, про дизайн, можно что-то и поинтереснее найти. Значит, это санузел. Вот обратите внимание, как застройщик сдает квартиру. Стена оштукатуренная. С этой стороны гипсокартон. И здесь зашиты коммуникации. Видите, как звенит. И плюс к тому, что здесь, скорее всего, пустота, которая не используется. Но мы это проверим и посмотрим. Вот здесь, кстати, хорошо видно. Смотрите. Значит, видите, стена зашита. Там сантиметров 20. И вот здесь, на самом виду, прямо щиты выведены. То есть, конечно же, их нужно скрывать. Потому что вы так не оставите. И вообще, вот эти щиты нужно делать аккуратнее, чтобы получить дополнительную площадь для хранения. То есть, над инсталляцией, то есть, над будущим унитазом, можно сделать дверцей. Вы там сможете что-то хранить. А здесь это не получится сделать. Потому что, ну, вот видите, как бардачно все разведено. Но, к сожалению, это как бы не особенности сети. А это, в принципе, вот такая культура производства у застройщиков в целом. Но, наверное, предполагается, что все заказчики, которые покупают здесь квартиры, ну, и в других домах, будут переделывать под себя. Ну, видите, что вот это такое. Вот так вот сдают. Вот, понимаете, вот, пожалуйста, бери, ну, все равно же ремонт будешь делать. Смотрите, что еще интересно. Сейчас пойдем дальше. Значит, вот, обращаю внимание на штукатурку. Вот из таких блоков строится стена. Небольшой слой штукатурки. И вот здесь вот, если посмотреть на выключатель, даже по выключателю видно, что она неровная. Видите, вот как бы вот так стена гуляет. Поэтому, если вы хотите ровную стену, то придется ее перештукатуривать. Это дополнительные деньги. Ну, как бы я это не к тому, что я ругаю кого-то, а к тому, чтобы вы были готовы к тому, что придется выполнять дополнительные работы. Здесь предполагается расположение кухонного гарнитура. Вот, видите, под него уже выведена вода и слив. Но для нас это расположение не годится, потому что раковина будет вот здесь, в этом месте, практически по центру. Поэтому вот всю вот эту воду придется переносить вот в то место. Ну и плюс к тому, что вот эта вот разводка сделана не очень аккуратно, если вы посмотрите. Ну, прямо отсюда даже видно. То есть, конечно, это все нужно приводить в порядок, делать аккуратненькие, хорошие фитинги ставить и дотягивать до раковины. Здесь будет стоять в будущем стол, здесь будет диванная группа. И чтобы здесь получить побольше пространства, вот эту стеночку мы будем сдвигать. Вообще, по планировке это отдельная история. Чуть дальше я расскажу. Это следующий этап. Вот смотрите, на что еще стоит обращать внимание. Вот мы заходим сюда, да. И вот видите, какая трещина идет по стене. Когда вы только заходите на квартиру, вы можете этого не заметить. Вот этих вот трещин. Но со временем они могут появиться. Вот это все нужно устранять. Конечно же, это расшивать, закрывать, замазывать. Все это говорит о том, что это требует дополнительных усилий и отделочных работ. Просто еще раз, это к тому, что нужно быть к этому готовыми. То есть, какие-то стены, а возможно даже все, придется перештукатурить, если вы хотите качественный ремонт. Ну, скорее всего, просто так не ставить. Вот здесь вот мы заходим дальше в спальню. Если вы посмотрите на порожек, вот эта вот стяжка, да. То есть, смотрите, вот здесь сразу же мы видим от застройщика, мы получаем стяжку, которая выполнена не в один уровень. Здесь выше, здесь ниже. Это все нужно будет выравнивать. Нужно еще будет проверить стяжку, кстати. Потому что вот здесь мы видим, что она уже лопнула. Вот видите. То есть, на это все нужно обращать внимание. И так по всей стяжке нужно ее простукать. Не звенит ли где-то она. Вот. Если мы оставим такие перепады здесь на полу, то пол придется выравнивать специальным равнителем, который самовыравнивающий. Его наливают, и он как бы вот выравнивается. Но это дополнительные траты. Потому что он очень дорогой. И если где-то большая глубина, как здесь получится, вы переплатите. То есть, за то, чтобы вот здесь пол приподнять. Вот такие нюансы. Дальше это у нас будущая спальня. Здесь мы все перегородки будем убирать. Вот эти вот все перегородки. Потому что вот такое расположение не годится. Вот смотрите, объясню почему. Вот здесь вот это вот от застройщика гардеробная. Вот смотрите, вот она. Видите? Вот это гардеробная от застройщика. Но это не гардеробная, это кладовка. Почему? Потому что у вас плечики с одеждой на 60 сантиметров, они займут вот столько места. И с этой стороны настолько места. То есть, проходик останется буквально вот такой. Можно и так, конечно, заходить, но это не очень комфортно. Особенно, если мужчина попадется поплотнее меня. Поэтому нужно переделывать, чтобы было комфортно. Мы же о комфорте говорим, правильно? То есть, дизайнерский ремонт это предполагает. Ну, смотрите, здесь вот это нам досталось от застройщика. Видите, что? То есть, ну вот, это про качество штукатурки, которой придется, скорее всего, вот даже кирпич шатается, видите? Вот это шатается. То есть, дизайнерский ремонт, это не просто цвет и обои выбрать, это еще и качество ремонта в том числе. Вот, то есть, вот это все будем устранять. Ну, ничего страшного, это все устраним, это все... Вот опять здесь тоже смотрим на стены, видите, вот идут трещины прямо по всем, по всем, по всем стенам. Хотя здесь, вот видите, даже сетка проклеена специально, но это не спасает стены от того, что они протрещали, вот аж до самого низа. И здесь вот это все видно, вот обращайте внимание, то есть, ну вот, то есть, вот такие вещи. То есть, этого быть не должно, то есть, это все мы будем при ремонте устранять. Итак, в общем, это называется исследование осмотр объекта. Что нам предстоит делать, какой объем работ вообще в принципе. Но здесь, так как у нас предполагается перепланировка, то нас это особо не страшит. Эту перегородку мы уберем и возведем новую, качественную, ровную, ровненько оштукатурим и никаких проблем. Планировка здесь очень интересная. Так как дом круглый, вот башня из сети, она же круглая, как барабан такой, с короной наверху, то нарезка квартир сделана, как у пиццы, вот такими кусочками. И это не исключение, это тоже такой сегментик круга, как кусочек пиццы. Добавок к этому, очень интересные окна, они с такими зубчиками. И вот это все, конечно, накладывает свой отпечаток на планировку, которая здесь появится в будущем. Это квартира для двух человек, молодая семейная пара, для которой, собственно говоря, мы и разрабатывали этот дизайн-проект, который называется «Швейцарские Альпы». Ну, далее вы поймете, почему именно так называется. Ну, а я сейчас рассказываю, что следующий этап после исследования квартиры – это планировка. Чтобы ее сделать, необходимо сделать замеры. То есть мы здесь ходили, замеряли каждую стеночку, каждый уголочек, высоту потолка и так далее. Кстати, чтобы померить такое кривое пространство, нужно не только стены промерять, но и все диагонали, чтобы геометрию правильно выстроить. Вот диагонали помогают в этом. И здесь она у нас получилась в следующей. В кухне-гостиной у нас есть диванная группа, рабочий стол, есть обеденная зона и есть кухонный гарнитур, где мы будем готовить пищу. Ну, где-то же мы должны готовить, собственно говоря. Это общее пространство, которое объединяется с коридором, точнее с прихожей. То есть вот это пространство, кухня-гостиная, у нас будет объединяться с прихожей. То есть мы убираем вот эту часть перегородки, для того, чтобы визуально сделать еще более просторно. Ну, швейцарские Альпы – это же просторы, поэтому у нас здесь должны быть просторы, в том числе и в планировке. Далее, в дизайне мы все это поддержим цветом. Здесь преобладает белый. Мы поддержим подсветкой, очень интересной, красивой, которая идет вдоль стен вертикально. Такие вертикальные линии мы будем подчеркивать. В спальне мы тоже переделали планировку, сделали больше гардеробную, сделали удобную ванну. Там есть сейчас и ванна, и душевая, и большая раковина. И сейчас этим будет удобно пользоваться. То есть, сейчас покажу, зачем это вообще делать, например, в ванной. Сейчас мы с вами находимся в ванной комнате. Обратите внимание, какой она изначально странной формы. А наша задача – сделать ее максимально правильной формой. Конечно, сложно это сделать, когда у тебя планировка – это как кусочек пиццы, но тем не менее, нужно очень постараться, нужно от чего-то оттолкнуться и что-то сделать правильно, как мы делали спальню и далее вот эту ванну. Здесь будет душевая кабина, рядом с ней унитаз. Вот здесь вот огромная раковина и ванная будет стоять здесь. Вот это вот все, конечно, мы будем переделывать. Видите? Во-первых, все звенит. Такого быть не должно. То есть, этот звон будет продолжать вас преследовать. То есть, его нужно убирать. А звон получается потому, что здесь гипсокартон сделан не по технологии. То есть, нет прокладочной ленты, например. Дальше, видите, гипсокартон стыкуется со штукатуркой. Штукатурка и вот здесь вот будет трещина. Даже плитка может треснуть на этом шву, шве. Как правильно говорить? То есть, поэтому, чтобы было правильно, нужно часть штукатурки снимать и гипсокартон заводить дальше. То есть, вот это все мы тоже будем переделывать. Обратите внимание на щит. Здесь вот видите, вот стоят не такие, не красивые абсолютно щиты. То есть, это нужно тоже переделывать. Вообще, в идеале его нужно прятать так, чтобы и в принципе его было не видно. Правильно? Здесь же будет красивая плитка. Зачем нам такая страшилища над этой плиткой? То есть, это тоже вопрос к дизайнеру. Дизайнер думает, куда переместить коммуникации, чтобы потом в последующем в пространстве было красиво. Ну и, конечно, мы абсолютно отказываемся от стиральных машин в ванных комнатах, чтобы она нас не раздражала с точки зрения, что это такое, что это за бытовая вещь. Мы должны тут релаксировать ванны. Поэтому отсюда стиральная машина переезжает. Вот здесь для нее будет специальная ниша. Напротив нее вход в гардероб. И очень удобно получается. Вышел из ванны, закинул стиральную машину, тут же достал, с сушилки посушил, тут же, если что, разложил по полкам в гардероб. Это на самом деле минимизирует ваши движения по квартире и дает тот самый комфорт, о котором, собственно, мы и говорим. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что в этом доме, так как он считается премиум, предусмотрено много различных плюшек. Ну, например, умный дом, который я уже сказал, а также вентиляция, которая заходит уже прямо сюда. Вот вы видите вот эти вот отверстия в стене. Это и есть приточно-вытяжная вентиляция. Поступает достаточно много свежего воздуха, который создает тот самый комфорт. Но при этом она шумит. То есть с этим тоже нужно что-то будет делать. Плюс ко всему, так как меняется конфигурация и планировка, то та разводка труб, которая вот тех коробов, которые под потолком, ее приходится переделывать. И дизайнер в процессе рисования, дизайн проекта сидит с проектировщиками, которые занимаются вентиляцией и прорабатывает проект, чтобы вот эти решетки вышли не где попало, а в нужных местах. Чтобы это выглядело по итогу красиво. Понимаете? То есть это не просто, это очень сложно, прям нужно заморочиться. И еще здесь нужно продумать, где будут на потолке расположены вот эти вот люки. Они обязательно нужны, потому что это доступ к коммуникации к вентиляционному оборудованию. Вот здесь находится и вот здесь находится. И если мы вдруг задумали как-то переделать интерьер и планировку, то есть это затрагивает абсолютно все коммуникации и нам, хочешь не хочешь, придется с ними работать, их как-то переделывать. То есть, а это все накладывается, соответственно, на работы, на инженерные решения, на продумывание, далее на работы строителей, на материалы, ну и так далее, и так далее. Реклама Дорогие друзья, мы вместе с Павлом Репиным снимаем видеообзоры жилых комплекса города Екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже. Это максимально независимый контент. Мы принципиально не берем денег от застройщика, как это делают другие обзорщики, которым заплатили. Они приехали, сняли то, что им показали. Совершенно мы делаем не так. Мы делаем так, как считаем нужным. Мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина, как будто бы мы сами покупали квартиру в этом ЖК. И все, что нам интересно, все, что важно и полезно, мы пытаемся вам показать абсолютно независимо ни от кого. Помимо этого, я специально для вас в этих ЖК делаю обзор планировок. И вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку. Этих планировок появляется все больше, больше и больше. И будет еще больше, потому что на каждый ЖК будет разбор квартир, которые находятся в этом ЖК. Если вы планируете там покупать квартиру, то вам это будет очень полезно. Вы сможете выбрать и не потратить впустую свои деньги, а выбрать квартиру с умом, потому что вы будете знать, что выбирать. Для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе Бусти. Ссылочку я оставлю в описании. Эта подписка стоит по цене двух мороженок 500 рублей в месяц. И вы получаете доступ к этому контенту, где я для вас разбираю планировки из этих ЖК. Реклама закончилась. Конечно, никто не хочет жить в голых стенах и бетоне, поэтому все мечтают о красивом дизайне, об инстаграммных картинках, поэтому мы, дизайнеры, для этого трудимся. И вот сейчас я вам рассказывал о том, с чем нужно поработать, чтобы получить качественный, комфортный ремонт. Ну а сейчас про внешний вид. То, что тоже очень важно и потом влияет на различные инженерные решения. Итак, здесь у нас живут двое молодых людей, айтишники, и запрос у них был такой. Мы любим спокойствие, тишину, гости у нас не так-то часто бывают, но бывают, и мы не очень любим цвет и шум, поэтому нам, пожалуйста, чтобы было спокойно и визуально тоже, чтобы было спокойно. И у нас получился монохромный интерьер, практически белый. Отсюда, кстати, и родилось название Швейцарские Альпы, потому что это просторы, видите, какие просторы у нас из окна, и это белые вершины, гор, я даже пиджак белый одел сегодня, видите, в тему сегодняшнего ролика, и весь наш монохромный интерьер подчинен вот этой вот идее Швейцарские Альпы. Когда вы делаете монохромный интерьер, особенно светлый, белый, то есть большой риск получить больничный интерьер. Многие этого боятся. Что? Белый? Да нет, это же как в больнице будет. Но вспомните сами, действительно у всех такое опасение есть, ну у многих по крайней мере. Чтобы этого не случилось, нужно очень серьезно поработать с фактурами, чтобы не просто везде все было гладенько и однородненько. нет, нужно работать на контрасте и именно на контрасте фактур. Если у нас задача сделать монохромный интерьер преимущественно белый, то сюда мы добавляем фактур. Что мы сделали в этом интерьере, у нас появляется очень много разных фактур. Ну например, диван, который вот здесь встанет, он такой уютненький, мохнатенький. Над кухонным гарнитуром, над полкой у нас есть интересные картины, объемные. Это не просто нарисованные, а это объемная картина. То есть это уже такой арт-объект, который тоже на контрасте с гладким кухонным гарнитуром смотрится очень интересно и дает вот эту остроту. Это знаете, как в еду добавить соль, перец. Без соли невкусно постно, а когда немножко посолил, то есть появляется вкус. Вот то же самое с фактурами. Немножко посолил, поперчил и появляется вкус. Вот поэтому у нас появляется вот здесь часть стены, как будто это скала. И она черная, кстати говоря. черная она, во-первых, чтобы получить цветовой контраст, ну хотя бы немного, хотя бы в одном месте. Во-вторых, она очень рельефная, как скала. Мы же помним у нас швейцарские Альпы, это такой отсыл к некой скалы. Ну и следующий момент, он скрывает телевизор. Темный телевизор на черном практически пропадает. Вот такой интересный эффект. Плюс у нас здесь добавлены цветовые эффекты, про которые я уже говорил. Световые, это вот эти полоски вертикальные, которые будут задавать вот эту вытянутость, вот эту вертикальность, вот это стремление вверх, ну как в горах. В горах стремление вверх. Все логично. Немножко природных материалов. Это дерево, обязательно зелень в интерьере, оно приносит свежесть и немножко природности. В поддержку ему здесь очень интересная барная стойка из деревянного слэба, натурального дерева, который вот такой кривовастенький, и он на контрасте фактур, и чуть-чуть цвета будет смотреться очень интересно и давать вот тот вкус интерьеру, вот то богатство интерьера. Ну, конечно, мы еще добавили и некоторые арт-объекты, например, как здесь, предполагается, в этом углу поставить интересную скульптуру, которая будет на фоне белых стен смотреться очень интересно и задавать интересный тон этому интерьеру. И что очень важно, эта скульптура, этот арт-объект будет находиться прямо напротив входа. А мы с вами помним правило, заходишь в пространство, должен заходить на красоту. Вот мы заходим на красоту, то есть мы на что-то должны двигаться. Правильно? Но не на табуретку уже в конце концов двигаться, идем на какую-то красоту. Вообще, с белым интерьером у нас получилось очень интересно, я считаю. но так как это квартира для айтишника, программиста, для человека, создателя, который создает что-то с нуля, как говорится, с чистого белого листа. У нас и интерьер такой получается, то есть с чистого, с белого листа у нас что-то появляется. Даже контраст белого и черного, вот эта каменная стена, это своего рода код, как у программистов. У них есть единички и нолики, черная и белая. Вот такое противопоставление, даже в интерьере оно получается и рождает для нас очень красивую историю. Плюс ко всему здесь очень богатый вид из окна. Просто сумасшедший. Я считаю, это настоящие бриллианты, нужно этим пользоваться. Поэтому, конечно же, на фоне лаконичного интерьера вот этот пестрый, но сейчас летний город смотрится великолепно. Это как самая настоящая картина во всю стену. Согласитесь, это очень и очень здорово. Поэтому вид из окна это очень большой плюс для квартиры и, конечно же, нужно на него всегда ориентироваться. Если у вас есть красивый вид, то не нужно ни в коем случае пренебрегать. Это же настоящий бриллиант. В противовес нашему белому основному помещению кухни-гостиной гостевой санузел. И он практически черный, но тоже со своими фишками. есть около раковины такая расщелина, из которой как бы вытекает не то лава, не то какое-то расплавленное золото, ну что-то вот такое интересное светящееся. Это тоже то ли пещера, то ли какая-то не знаю расщелина в горе. И опять это работа с контрастом. Тут у нас все светлое белое, а здесь темное черное. и когда мы будем заходить, соответственно выходить, то вот этот контраст будет ощущаться и давать ту перчинку интерьеру, вот те специи, тот контраст, который всегда нужен в любом интерьере. Белое, черное, крестик, нолик, палочка, единичка, нолик, да, у программистов. Вот она, такая интересная история складывается. А например в спальне там уже появляется больше природных материалов и оттенков, тем не менее уже больше таких цветовых акцентов, но спокойных там проявляется. Но все-таки спальня, побольше дерева, побольше мягкого материала, побольше уюта, такого, знаете, обволакивающего, чтобы мы чувствовали себя очень уютно и защищенно. Итак, давайте резюмируем все вышесказанное. Прежде чем к чему-либо приступать, необходимо исследовать объект. Мы с вами это сделали, посмотрели его, сделали замеры. После чего приступаем к работе. К работе мы приступаем и делаем планировку. Планировка это организация жизненного пространства. И вот мы ее здесь с вами сделали. Далее мы приступаем к тому, что придумываем идею интерьера. Конкретно в этом случае это швейцарские Альпы. Белый светлый интерьер, работа с фактурами, работа со светом, работа с цветом. Далее после того, как мы придумали эту самую идею, мы рисуем эскизы. Вот эти красивые картинки, которые вы так любите, смотрите в интерьере. И когда мы их рисуем, мы должны обязательно с вами учесть, какие коммуникации здесь заходят, какое оборудование будет стоять, какого размера диван, сколько все это стоит, хватит ли на это денег у заказчика. Конечно же, обо всем об этом нужно говорить на этапе проектирования, когда мы рисуем вот эти самые картинки, а иначе получится, что это просто веселые картинки, какие-то красивые, какие-то примерные, что с ними дальше делать вообще непонятно. Нет, все нужно привязывать к конкретным материалам, конкретной мебели с конкретными ценами. И вот когда у вас родился этот образ, появились эти самые эскизы, мы делаем чертежи. Чертежей достаточно много. Это электрика, это сантехника, это полы, двери. Все это нужно расчертить, нарисовать схемы, чтобы строителям было понятно, чтобы они могли взять в руки документ и начать с ним работать на этом самом объекте. И здесь что нужно учесть? Нужно учесть существующие коммуникации, как я уже сказал. Вот видите, вентиляция, ее нужно учитывать. Умный дом, нужно учитывать. Где выходят трубы, тоже нужно учитывать. какой высоты подоконники, это тоже нужно учитывать. Даже радиаторы, которые под подоконником, нужно учитывать, потому что будут какие-то шторы, и не дай бог, штора будет на них накладываться и висеть под углом. Это нам тоже не нужно. Вот это все должен держать в голове проектировщик, когда рисует картинки, а впоследствии чертит чертежи. После чертежей делаются развертки. Они очень важны, как будет раскладываться плитка. То есть обо всем об этом нужно позаботиться. А чтобы раскладывать плитку, вы должны знать конкретно какую плитку вы будете наклеивать. И уже на этапе проекта вы должны это все согласовать. Вот видите, какая большая глобальная работа. А еще нужно сделать список материалов, мебели, светильников и вообще всех товаров, которые появятся в интерьере, и мы будем их видеть глазами. Нужно составлять список, чтобы вы как клиент знали, где это купить, сколько это стоит и сколько количества этого потребуется. Вот это и есть настоящий большой полноценный проект. Работа над таким проектом длится 3-4 месяца, а иногда даже и 5 месяцев. Поэтому заранее пожалуйста прогнозируйте, то есть заранее, чтобы заранее его заказать и потратить это время на хороший, нормальный, продуманный проект. Вот например в нашей компании над проектом работает несколько человек в течение 3-4 месяцев. Представьте себе, так что если кто-то думал, что это просто там картинки нарисовать, то это не так. Сегодня я вам показывал сколько много нюансов нужно учитывать. Итак друзья, проект у нас готов и сейчас мы приступаем к ремонту. Чтобы к нему приступить, нужно к нему подготовиться. Нужно закупить материалы, подготовить строителей, вывести их на объект. Буквально через неделю мы здесь стартуем ремонт. И я все-таки надеюсь, что вам это будет интересно и я смогу вам показывать процесс ремонта. Что здесь будет происходить со временем, какие решения будут приниматься, как мы будем двигаться и вообще как эти картинки будут реализовываться в жизни. То есть вы сможете это прямо наблюдать. Вот он проект, вот они красивые картинки, а вот как получается все в жизни. Ну вот и посмотрим насколько хватит так сказать у нас талантов, а у заказчика денег, чтобы все это реализовать. На этом все. Спасибо дорогие друзья, что досмотрели до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик. Всем пока. Да пребудет с вами Муза. Муза.